Ну вот, наконец-то мы и добрались уже до финальной игры викингкапа 122, у нас сошлись две таких команды, причем, я так смотрю, они тут просто не напрягаются, одни написали себе чмо три единицы, другие написали, я не могу тут сказать, но надо, уебка взброд, И, реально, с такими названиями только играть на викингкапах, представляете ли это, вот, например, вот команда взброд просто пробьется там в старой серии, название-то придется менять, хотя, по сути, по фану такие ребята и доходят, ебкап взброд, боже, ну и название, ладно, немножко упоролись, хотя, наоборот, не напрягались, когда придумывали название, Так, стоит отметить, что это все-таки БО-1, победитель данного турнира получает слот на, ну, победителей, победитель данного турнира получает слот на турнир, победитель викингап за девятый слот плюс 100 бонусных ПТС, второе место зарабатывает 50 бонусных ПТС, третье, четвертое место зарабатывает 20 бонусных ПТС, также, стоп, стоит отметить, что вот у нас у данных команд пока что нету ни одной из команд слотов, Вот до этого была команда Урга, у них уже был, есть слот, но, к сожалению, не проиграли в прошлом туре. Также здесь есть команда FTFS попала, которая из Pro, которая сейчас дисбант, к сожалению. А ну ребята умеют играть. Красава Team здесь, PlanetX, TeamARM, вот это все знакомые команды. Вот так вот даже. Ну, а, да, я не представил нормальную команду вторую, которая у нас Minorin. Minorin. Команда, которая подписалась, чмо, три единицы. Я говорю, они, походу, кто-то переграл там в Соус Парк. Давайте понравилось, что тебя постоянно чмо называют, и вот решили себя обозвать. Ну ладно. Да. Нет, я просто так зашел без вода. Вон, вода для слабаков, ребят. Так, ладно, что-то у них слишком все быстро идет, на самом деле. Я тут даже толком ничего не сказал, все, что хотелось сделать. Ну ладно. Там, я знаю, что должна быть сейчас движуха, и должны играть там команда рефери, команда стримеров, что ли. Они там все-все собирались сегодня накатать, там уже там в Скайпе столько флуда написано, что по-любому должны катать где-то хоть на каком-нибудь турнире. Я не знаю, ну, ребят, ну давайте поможем, накажем наших, наш состав, например, там, не знаю. Мы всегда хотели наказать Далекса за то, что он там где-то ПТС снял, или Ангел тоже там, где-то несправедленно он снял ПТС. Вот есть шанс просто взять и раскарать их, как только можете. Ну правда, надо еще найти турнир, или они там между собой хотели сыграть. Давай, сейчас еще раз. Ладно, походу, они не хотят играть, может быть, на шестичасовой. Я не вижу по группам, чтобы была команда рефери. Хотя, вот я уверен, если команда рефери, то он там на ищах просто проходит во второй тур, ну просто там замощнят сами себе. Ну это же рефери, почему бы и нет. Рефери умеют мощнить, профессионалы в этом деле. Так, ну ладно, собственно, что говорят, что у нас тут по игре? Им не получилось найти турнир, на котором играла бы команда рефери. А так хотелось, на самом деле, посмотреть, как они играют, как играет наш став. Да, по-любому, как Акраки, хуже, чем любая команда из АМ. Не все знают, что в ставе есть игроки из более-менее нормальных команд. Ну ладно, в принципе, что у нас тут по пикам? Команда Минорим просто пикнула себе инвокера Дума ЦМ. Ну хорошо, сейчас от них четвертый пик. Команда Сброд. Ну я не буду назвать первое слово, потому что это некрасиво, как минимум. Тут аппарат, дазл, плюс патма. Успели... Успела команда Сброд. О, а если убрать остальное, получается, я Сброд. Я Сброд. Я Сброд. Нет, просто Сброд. Успели забанить тут Лича, Вайпера, Виномансера, плюс Визейджа. Хорошо, команда... Боже, чемод единицы на нас, думал, на кого догадаться. Ладно. Минорин успели забанить здесь уже у нас Нюкса, Эмбера, Банчу, плюс... Бристалбека. Да, это долго вспоминал. И у них осталось буквально 30 секунд дополнительного времени для того, чтобы... Что сделать правильно? Пикнуть предпоследнего своего персонажа. Но есть такое подозрение, что сейчас они еще время немножечко подтянут. И у них на последний пик просто не останется дополнительного времени. А это очень плохо, как бывает всегда. Ага, вот так вот. Виверка решили себе взять. Есть такое подозрение, что они сейчас Вивера просто отправят в Соло-Изи, Трипло идут в Хард, Инвокера поставят в Мид. А? Почему бы и нет? Например, вообще офигенно будет. Или Дум у них будет терпеть. Есть такое подозрение. А, о, Тинкер. Ой, давненько не было Тинкера, который реально Тайси. Тут был когда-то у нас Тинкер недавно, который там просто ни черта не смог сделать. Его унижали как могли. Гнобили, устраивали там ему карнавалы. Карнавалы, да, вот. Без первого слова. Но на слово А. Канал Карнавал. Устроили там разочек одному Тинкеру. Ладно. Собственно говоря, у нас последним баном Луна от команды Минорин. И Абадон. Хорошо. Второго саппорта, в принципе, правильно. Поняли, что надо банить саппорт. Только не факт, что угадали. Опа! Опа! Хо-хоу! Вот это, вот это поворот. Вот это просто тринта запикнули. Все. Сейчас, сейчас будут выигрывать, ребята. Инфа сотка. Он просто не напрягаясь. За 15 минут возьмут и говорят. Опа! И здесь у нас Некрофус. О, Некролит, извиняюсь. Некрофос вообще не звучит. Вот Некролит, да, это было круто на самом деле. Сейчас посмотрим, кто кого разберет. Хаос. Так, а куда не поставить? Некр, наверное, будет фармить. Под Тинкер Вмит. Трепла в Харт. Ой. Под Мавкард. Трепла фармить вместе с Некром. Блин, ну, реально, не фармящий негр. Это круто, но... Или сейчас они пойдут, или потому... А, сейчас посмотрим, что-нибудь будет делать. Мне кажется, что... Угу, негр закупился. О, нифига себе, парень-то у нас лютый. Смотрите, у него коса мистика. Он принят. Опа, интересно, как она смотрится с другой косой. Так вот, отправили в Изи. Под Мау у нас... О, боже, у Под Мау Порота опять какой-то олень. В прошлый раз на дракона было похоже. В этот раз какой-то олень у нас попадается. Ну, ладно. Собственно говоря, что у нас здесь происходит? Тинкер должен отправляться в мид. Они решили сыграть 2-1-2. Ну, нет. Наверное, все-таки стоит аппарата отправить наверх. Сейчас посмотрим, что не будет делать. Ладно, в принципе, что у нас здесь происходит? У команды Минорин, которая в 2 прошлых игры выиграла так. Немножко запотели, но в итоге выиграли. Так, у нас пауза. Опять этот них же. Хорошо. Все-таки у нас в хард идет вивер. Инвокер на сценку уходит вверх вместе с думом. Дум будет фармить. Дум, дум. О. Дум. Дум опытный. Так, гоу. Конечно, гоу. Так, инвокер пойдет в мид. Надеюсь, инвокер, который пойдет все-таки через экзорт. Да. Они те, которые и инвокер идут через Тарнаны и ЕМП. Не знаю. Вот вовремя кинутый санстрайк на самом деле решает. Ну, хотя тут тогда дизейбло больше получается. Ладно, санстрайк и колд снаб. Вот это норм. Вот это вот такие инвокеры всегда выигрывают. Так, трипла у нас. Не понял. А тинкер-то зачем вам наверху, ребят? Значит, какая-то движуха странная немножко. Или они решили гангнуть, но гангать без Макевича, да? Ну, сейчас посмотрим, чего они добьются. Точнее, чего они пытаются добиться. Ну, ладно, хорошо. Если сейчас под мапа попадет с таном, то это да. Оп. Оп. СМК. Ну, ладно, на цемочке сейчас будет Феррус Блад, ребят. Есть такое подозрение. А нет, поставил вард и убежал. Так. Очередная пауза. Секунду. Прекрасно. Здесь у нас негр. Негр будет фармить. Купил себе 8 танка, 4 веточки, плюс колечко на броню. Блин, реально негр круто смотрится. С такой косой. Просто смерть. Интересно. А коса в землю попадает, нет? Ну, я имею в виду, нормально идет моделька косы. А то сквозь текстуры может проходит. О, а негра дергает. Что такое? Черепа. А что черепа-то дергает? Он же вроде стоит, нет? Ладно. Теперь он может до бесконечности придираться на самом деле. А так вроде не дергает, вроде шевелится. Хорошо. Так. Что не буду делать? Пробовать мидера забирать вчетвером. То есть, подозрение, что не получится. Сколько здесь аккуратненько инвокер будет стоять. А может быть не будет аккуратненько стоять. Сейчас посмотрим. Так, Думский у нас ушел наверх. Сейчас будет фармить. Крипов походу стопить все-таки не будет. Цемочка сейчас тоже должна уходить наверх. Хотя, в принципе, она может поформить в лесу где-нибудь. Да? Где-нибудь. Вот эти стайки. Вот эти стайки. Вот эти стайки там подводить. За счет колбы забирать крипов. Видели мы цемки, которые шли в лес, собирали себе мидас. Собирали себе бкб и потом просто выигрывали в доту. Ну, к сожалению, не всегда такое дело получалось. Но в большинстве случаев. Так. Виверочки. На финальной игре виверок у нас будет стоять в харде. Окей. Причем вдвоем, я так понимаю, с трендом. Или тренд сейчас просто вард поставит и уйдет наверх. Давайте, ребят. Покажите сильную доту. Так. Дерево. Давай, дерево. Блин, помню, когда дерево на самом деле. Вот тренд. У него не было какого спыла. Инвиз у него всегда был. У него хилочка всегда была. Вот у него семьи не было. И заместо этого у него на самом деле был этот. Такий. Как савата в первой доте была. Который он вешал на деревья. Ну, или птичка что ли. Что-то такое было. Он вешал на деревья и у него был постоянный вижен. Правда там кулдаун был жесткий. На первом левеле что ли? 300 секунд. Ну, вы понимаете, да? На самом деле сколько это? 300 секунд. Это очень много. Так как когда у нас успел аппарат. А, он, наверное, вард забрал. Все-таки, да. 300 секунд это просто забей. Там, наверное, к четвертому что ли 60 секунд становилось. Но все равно очень много. Тем более, если еще грамотно играть против него. Внимание обращать, где эта фигня висит. Там, видели постоянно. Так, Тинтер забрал первого крипа. Вот теперь он забрал. Там, там, за Динайдил. Иду здесь у нас. Ну, кушай. Хоть-хоть какого-нибудь. Так вот, деньги появляются. Думаю, бодрячком. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, Негр. Негр. Да, Негру в этом случае, конечно, через пассивочку. Вот через эту пойти на первого левеля. Было прикольно. Ну, раз пошел через хилочку, то его дело. Так, выхилился. И такое что-то, что сейчас он может умереть, да? А, нет, не может умереть. У дерева нету семени. Хилит вивера. Вивер жрет танго. Некролит. Ага, тут у нас еще стягивается дазель. Дазель пошел через позан-тач. Дазель элитный у нас. Есть. Дума, буду пробовать забирать? Да нет, наверное. Главное, под мем попасть. А там уже аппарат приморозит. Не проблема. Так, поставили Сентрик. О, этот как? Портоловский Сентрик, да, небось? Но. Они ничего не могут, пока вы смотрите, вы его сносите. Я так-то прикольно смотрю. Оп, спрятался. Ага. Так, Некролит. Вот базилку себе уже купил. Да. К сожалению, ауру он не максил. Ладно. Правда, такая полезная ура, на самом деле. Креста нету. Если что, можно попробовать забрать дазеля. Так. Тренд. Пропробую, чтобы два раза хилочка. И, ребят, 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 давайте еще, еще, еще паечку. Феррсблат. Оформи феррсблат. Дазель. Ты, ты, боже мой вивер. Ты, ты, что это такое произошло? Просто, что за грязь здесь была? Я так не помню, как он это сделал, но команда ЯЭС при условии делает феррсблат. При условии, что здесь Некр должен был умирать просто, там, за считанные секунды. Но нет. Он выживает, плюс делает феррсблат, апает третий левел, и сейчас будет на крипах отжираться. Так, вот, хилочкой хорошо, подхилил, плюс забрал парочку крипов. Пассивка у него теперь работает. Своего крипа надо добивать. Ага. Вивер. Под невидимостью. Но вивер у нас здесь нафидонил чуть-чуть. Не торт, а, в самом деле. Прошлая игра для них начиналась гораздо лучше. Но они ее выиграли. Что у них будет в этой игре. Но есть такое подзрение, что все-таки вот, вот, команда ЯЭС может выиграть. Представь, что, по-моему, неправильно Клантэкт написали, да? На сайте StarLadder он совершенно иначе у них написан не через S, а через C. А, в принципе, чего придираться будешь? Какая разница? Некоторые вообще не пишут. Вот, а как Чмо12, например, не стали же писать свою команду. Мино, Рин. Здесь у нас все равно регенерации сейчас Тингер заберет. Ага, Тингер здесь через марш-машину пошел попутно стакает Эншентов. Хорошая тактика. Но, опять же, ему надо выходить в травела. Как ни крути, Тингер без травелов это одно. Так, Лазера. Ну, Лазер же первого левела там 90 урона забеет. Даже 80. Так, марш-машин. Если что, есть урона регенерации. Инвокер у нас отходит отсюда. Инвокер у нас пошел через Квас и Векс. Квас и Векс. Так, Тингер сливает ману. По полной, поскольку у него есть урона регенерации, он понимает, что нужно сливать все-таки ману. И здесь у нас Цемочка. Колба есть, а вот новой нету. Так, сверху у нас Дум стоит, терпит. Ну, ладно, что у нас, грубо говоря, за 4 минуты у нас Вивер отдался. Но, по крайней мере, он отдался не это. Никому он не отдался с силой, силой света, так сказать. Ну, и по Крепстату видно, что команда Яс сильнее. Тут 18 на 4 у Тинкера, 18 на 1 у Патмы, 13 на 3 у Некра. Тут потом идет 12 на 4 у Тинкера, 12 на 2. Вивер, 11 на 0 Дум. Ну, дальше там не имеет смысл называть, поскольку там совсем все маленькие, сами видите. Так, я переключил. О, ребят, да, я извиняюсь, простите, забыл переключить. Только сейчас вспомнил. Да, да, бывает такое дело, когда уже сидишь тут 3 часа, ну, грубо говоря, 3 часа ночи, правда, забыл, бывает. Как хорошо, что сейчас хотя бы вспомнил, а не посередине игры. Возьмите, давно не было, что я забыл переключить сетку. А сразу ничего интересного не пропустили. За 4 минуты игры тут Феррсблат был, и то не Феррсблат там. Крепам отдался просто, непонятно как в итоге. Бывает вся сетка, лайк и про просто. Так, Дазель стягивается, у Дазеля наконец-то появился Крест на 4-м Т-левеле, главное вовремя. Так, бы Некр мог в прошлый раз быковать там до бесконечности. Так, ЦМ-ка, ЦМ-ка, колбу, ЦМ-ка, новую колбу. Нет, ничего не будет делать. Здесь у нас Тинкер, настакал уже. Так, ничего. А, вот еще разочек решил стакануть, там Физы появляются у Некра. Хорошо. Так, 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 смотри-ка, смотри-ка, хорошо. Стаканул. Вот так он грамотно все сделал. У него 400 голды есть, ботл есть, ракеты полетели. Лазера можно сейчас добивать еще. Да, вот, оп. Вот так вот. Конечно, на 6-м был лавер, круче было бы. Там можно было поносливать очень долго на самом деле. Ну, ладно. Решил сейчас потратить, значит, так. Так, ладно, Думский. У нас у Думского что дела совсем обстоят печально. Всего лишь 13 крипов. Решил уйти в леса, поскольку здесь не дают ему походу фармить. Ну да, 2 рейнджовых героя, чтобы что-то хотели. Тем более саппорты стянулись вниз к виверочку. ЦМка здесь что? ЦМка без ботинка, 400 голды. Ну, такое дело. Так, центриков, по крайней мере, нету. Виверу нужно продолжать драться. Усильно стараться зафармить всех крипов, какие есть. Соку дела у них здесь обстоят просто очень плохо. Ну ладно, Некра от него не так, потому что сильно оторвался. Ну вот вам Патма, 27. Так. Червячки, крест, так, колба. Сейчас должен быть крест. Где крест? Ага, вот он крест. И, скорее всего, крест ему здесь не особо поможет. Так, поздно тач. Хилочка залит. Нет, сантриков уже все-таки. Ну вот так вот оно и бывает. Сожрал танго, сам себя подхилил. Плюс там... Да, вот сейчас дазили его подхилил, шадов вейвом. Все норм. Так, вот здесь стоит у нас вард, который скоро кончится. И что, и буду дальше пробовать буковать? Так, хорошо. Семя. И с руки просто драться. Ой, боже ты мой, тренд у нас, походу, будет... Очень хочет умереть. Нет? Так, живет пока что. И... Да ладно, ребят! Ну как мы его отпустили? Ну просто 25 хп там. Да, даже может быть чуть меньше. Но в итоге они его отпускают. Хорошо. Хорошо, очень плохо. На самом деле это очень плохо. Нельзя отпускать таких вот персонажей. Так, пришел... Ой, боже ты мой. Ну вот это фраг, наконец-то, в исполнении команды... Минорин. Минорин. Делали свой первый фраг. Так долго за ним бегали, но сделали фраг. Так, пришел инвокер, колба, аппарат тоже должен умирать. На нем колдснап. Фласочку до сих пор живет. Боже, как долго аппарат майнсит. Команда Яс сумеет играть в доту, походу. Так. Здесь сейчас еще ЦМК может получить по голове. Или вивер. Так, ЦМК. Ну ЦМК, ну давай заберешь ты его. Хорошо. Ну вот сейчас, конечно, некр здесь делает фраг на изичах. И это плохо. Нельзя некру давать такие фраги. Ну, по крайней мере, ЦМК там хотя бы забрала аппарат. Вот так вот. Немножко экшена порадовали нас. И все. Так, у нас Doom. Doom. Ребята, Doom с ультой. Сейчас наглый будет сзади заходить и просто забирать. Тем более ему бы сейчас... Конечно, кентавра бы ему какую-нибудь сожрать было бы неплохо. Ну, а нет, на телепорте он решил уйти обратно вверх. Здесь зайти, ультанутся, я не знаю, в того же негра. Он уже в дайзеле. А вот тут. У негра же это ульта появился. Сейчас посмотрим, какая-то другая анимация. Так, подхилили, здесь все делали грамотно. И башня у нас начинает получать по голове. У вивера здесь здоровье, это тут половинка. Сейчас, если негр все сделал грамотно, то можно реализовывать первый фраг. И его исполнять так Doom. Я так понимаю, вместе все-таки с ЦМК и своей ультой он смог забрать подмут. Ну вот, в принципе, команда Минорин. Давят, стараются. Тут сделали фраг, там сделали фраг. Тут вот Сентрики поставили. Вивер ушел, у нас аккуратненько играет. Тинкер у нас здесь Маршал Машин фармит. У него Соло Ринг есть. Скоро появится уже Тревел Аут. Когда Тревел Аут появится, это будет гораздо проще. На самом деле, здесь вот поставили Опсфер, чтобы Тинкер больше не фармил. Тут еще один распаум появился, но это мелочь и так. Негр. Сентрики поздновато. Сентрики, вот, да, поздновато все-таки. Как ни крути. Были они чуть пораньше, это был бы фраг. Ну ладно, уже пол хп есть, то есть Негр ультой не убьет. Блин, помню, когда у него ульта была чисто магическую, чисто урону. Так, приморозили, поздно тач. Попробуем, что вот рынка, можем попробовать забрать. Нет? Ульту. Так, подхилили. Давай, давай. Ну, нет, далеко. Так, да. Чуть поближе подойти, чуть больше урона. И так, коса. Да. Все, по-моему, анимация нифига не поменялась такая же. Может, чем-то и поменялась. Но отсюда, в крайнем случае, не было видно, что анимация там прям изменилась так шикарно, что заметно на глаз. Блин, не, ну вар-то прикольно смотрится. Ну, и веер у нас в итоге выживает. Еще уходит на базу. Вот, как-то дерутся они немножко странно. Вроде бы на веерочку, какие-то долго не получилось забрать. Так, инвокер. Торнадо, ЕМП есть. Так понимаю, сейчас будет уходить в барабаны. Цемка сюда подтягивается. Главное, инвокеру грамотно попасть барабанами. Ой, барабанами, что я за ерис несу? Главное, грамотно попасть в торнадо на самом деле. И это будет просто минус 2 там, например. Так, торнадо. Ой, хорош, вдвоих попал. Патма прожимает ульту, ЕМП. Но колба, и это просто минус. Здесь у нас, конечно же, саппорты уходят, поскольку есть инвиз. Ну вот, потеряли одного из своих важных персонажей, Некролита. Нельзя. Ну, инвокер себя хорошо реализовал. Попал торнадо грамотно и сделал фраг. Вот-вот только выключил сетку, и сразу же интересная дота началась. До этого там дрались как-то непонятно, отдавались тоже как-то непонятно. Так что... Фу, фу, фу. И ничего вы не пропустили, ребята, из-за моего небольшого косяка. Так. Инвокер. Сделал очередной фраг у нас. Сюда подтягивается... Тинкер. У него уже есть тревела. Оп, торнадо. Хорошо. Так. Хилочкой стараются. Тинкер. Тинкер крест. Дерево ультит. Помню, когда еще дерево ульта дамажило. И здесь его, разумеется, не отпустят. Вивер надамажил. Сейчас дазель должен умирать. Так, он, конечно, пытается подхилить. Инвокер. Колдснап, я так понимаю. Так, хорошо. Подмыстана нету, зато есть лип. А я прекрасно реализовала лип. Вот хоть что-то прекрасно реализовала. Здесь моргают. Вивер, таймлапс. И бежать в другую сторону. Да. Хе. Обманул. Обманул он аппарата. Ну, не, ну, по крайней мере, это было понятно, что он сейчас так примерно будет поступать. Поскольку здесь там их трое даже было. Вот от троих ты так просто не уйдешь. А таймлапс и в другую сторону все бодрячком получается. Так, сверху стоит отметить, что у нас ланцелот на думе фармит. В прошлый раз на ликантропе он отыграл прекрасно. Ну, конечно, не брать в расчет то, что вначале его гнобили как могли. Но потом парень собрался, собрал себе некра и они в итоге выиграли. Так, телепорт от кинкера. Кинкер сейчас здесь марш машин. Ракеты сразу же полетели. В бомбарящую землю и уходить отсюда. Мне нечего там больше делать. Так, инвокер. Инвокер торнадо, телепорт от СМК. Инвокер. Ой, боже, что она сделала? Не, ну это лайк и про на самом деле. Сейчас ее, конечно, пытаются подхилить, но не факт, что она уйдет. У нас, смотри, кожевая. Так, дум в некра улетит. И дальше, дальше гнать, 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 ребят. Ну, инвокер торнадо. Инвокер. Ну, пожалуйста, ну дай торнадо. Ну, пожалуйста. Ну, хотя бы одно торнадо. Так, да, торнадо и так уже фактически в мертвого. Тут бегают тела, которых можно было бы забрать. Так, кинкер. Куда кинкер залез? Так, хорошо, на него крест повесили. Так, негр заулетился. Ой, грамотно забрал. Хорошо, первая ульта реализовалась. Ну, вторая ульта реализовалась. Так, Патма сделает. У нас фраг уже двоих положил. Дальше побегут, нет? Ну, здесь стоит отметить, что у нас все-таки вивер забирает Т1 Тауэр. Да. А, нет. Силам тимуэр дал. Не получилось добить Тауэр. Ну, ладно. Аппарат. И здесь тоже падает Т1 Тауэр. Команда Яса забирает вот так. Торнадо по крипам. Команда по крипаму, это, конечно, круто. Ну-ка. Что, без шмоток? Ну, инвокер, да без шмоток. Да, блин. Ну, все же есть шмотки на инвокерах. Хоть какие-нибудь. Самые голимые, но есть. Так, Сентрик Вард. Сентрик Вард. Все. И сейчас вивер показывает, что здесь кто-то есть. Прожимает. А зачем? Зачем Сугучи-то прожал? Ну, не знаю, на самом деле. У нас Смакевич, вивер. Сугучами уходит, да. Так, барабаны от инвокера. И что? И что, ребята? Это типа все подрались так? Типа зашли в Смакевича, никого не нашли. Что мы будем делать дальше? Ну, нам тогда ломать. Так, хорошо. Пробую. Так, вивер. Вивер. Что тут у вивера? У вивера. Так, ну, инвокер же собрал себе барабаны. Зачем две пары барабанов на команду? Это бред. Так, и вот. Размен Т1 в Т1. Так понимаю, здесь у нас глиф есть. Силы света укрепили. И у силы тьмы тоже есть глиф. Так. Тавр. Все. Забрали. Прекрасно. Размен Т1 в Тавр. А в Т1 Тавр. По графику можно отметить, что все-таки команда Яс доминирует. Ну, как доминирует? Две тысячи преимущества. Но все-таки это есть преимущество плюс полторы тысячи по опыту. Ну, вот. Теперь начали сверху заходить в Т1 Тавр. Интересно, будет драка, нет? Или они не будут драться за свой Т1? Попробуют пойти на Т2. Так, у дазеля появляются арканы уже. У дазеля вообще все там прекрасно. У него фактически тут. Ну, да. 1400 натворство. Я думал, там уже бодрячком идет. Оказывается, все 1400. Совсем все плохо. Так. У команды вот. Минорин. Минорин. У саппортов все прекрасно. У них тут 1800, 200 у ЦМ-ки. Тут не то, что у аппарата тут совсем. 800, даже тысячи нет. Так, торнадо. А вот, чтобы ЕМП, колдснап. Бежать. Ульта от аппарата. Ну, конечно, ульта от аппарата тут. Две ульты. Просто прожимается мека. Некор живет. Пока что дазель здесь заултил. В тинкера ульта. Вивер там у нас забирает негра. И сейчас, скорее всего, у нас Миран будет умирать. Так, инвиз. Фраг. Даст, даст был. И что, это минус аппарат? Да, это минус аппарат. Смотри-ка, живет. Фласку на себя вовремя прожал. Хотели. Вивер просто не вовремя остановился у дума. Появляется мека. Аппарат, братьюнь, мансить. Ну, здесь ты не уйдешь. Там еще дума у нас сверху сделала. Фраг. Это просто разберем 2 в 4. Тинкер тут у нас. Или 2 в 5 сейчас будет. Тинкер, братьюнь. Так, блин, хорошо. И уходит на ботинках. Красавица. Так, боттл. А, там боттл прожимает. Вивер здесь у нас застрял. Сейчас будет драться с крипами. Так, телепорт. Ракета. Что делать? Куда бежать? Так, марш-машин. Червячками попал. И что? Будешь пробовать забирать? Торнадо. Чуть-чуть торнадо не достал. На самом деле, это обидно. Но избивать сейчас. О, боже. Смотри-ка, все-таки забрали. Думаю, вовремя подошел. И потвал у нас забирает вивера. Да. Не было печали. Только у нас тут аппараты делают даблкил. Грамота своими ультами попадают. Он вот прям взял с базы. Попал и просто сделал минус 2. Сразу собрал себе урду. Еще деньги у него остались. Купил себе ворты. Ботинок, цветок, телепорт один есть. Можно сразу же второй купить. Чтоб потом лишний раз не заморачиваться. Нет. Решил не покупать. И пошли наверх. Сейчас должен падать этот Т1 Тауэр. В команде минурин дефить просто некому. Нет. Ну, смотри, всегда можно байбэкнуться там. Ну, смысл байбэки на такой мянуть? Ну, потеряли бы, конечно, Т1 Тауэр. Неохота его отдавать. Тут совсем ни черта не осталось. Тауэр упал. Все. Бесполезно. Преимущество только усиливает команда Яс. Ты хочешь назвать их Яс? Ну, нет. Это команда Яс. Так. Так, чуть-чуть не понял. Ты пайп себе будешь варить или что? Я, конечно, понимаю, хедресс. Это всегда круто, но... Надо в что-то превращать. Но поскольку там уже дум у нас собрал меку. Да, вот у него есть мека. Так, понимаешь, что это все-таки пайп. Потому что нам больше ничего другого не нужно. Не нужных адрес. Настолько там. Ради слота. Так, инвокер. Барабаны. Телис мальчик, стики. О, у Патмы уже появились диффуза. Да. Диффузонычи одна. Однако диффузоныч на 16-й минуте. Это хорошо. Так, Смакевич. Плюс ультат. Патмы сейчас будут пробовать заходить. И вот кто-то сейчас будет умирать из такого подозрения. Да, может быть, даже и не один. Так. ЦМку. Телепорт. Дума у нас от телепорта не ушел. Позан тач. Старфол. Так, опа. Аппарат добивает. А, даже дазель добивает. ЕМП. Мека прожимается. ЦМка за ультил. Урона толком не нанесла. Дазель все сделал грамотно. И что? Все. Потеряли дума. Ничего не забрали. ЦМка потратила ульту там. И все, к сожалению. Инвокер. Инвокер. Блин, инвокер. Говорю, как один грамотный санстрайк бы тут. Решал на самом деле много. Не пришлось бы тогда так долго тинкера ловить. Там просто санстрайк и все. Бум. Вивер бы тогда, скорее всего, не погиб. Ну ладно. В принципе. Опа. Вивер сверху сломал тавер. У Вивера все прекрасно. Вивер в линку, что ли, будет выходить? Или во что? Нет. Ну, в принципе, кэрри-то парень тащит. Ну, можно своих крипов, например, добить. Я слышал, круто. Не отдавать фарм, например, врагам золота. Ладно, 1400. Сейчас должен куда-то что-то продавать, если в линку. Нет. Ничего пока не продавал. Тинк-тинкер. Марш машин. Скоро уже должен быть Хигсон, я так понимаю. Нет. Пока что не летит. Я уже надеялся, что к нему Хигсоныч летит. Но пока что рано. Сейчас не для Хигсоныча, а всего лишь 99200 на Творс. Это там, я не знаю, не 20000. Но на Творс уже такой весистый тут. Считай, на 1400... На 1500 больше, чем у ближайшего. Ну, из вражеской команды. Ну, сейчас 1400. Чуть поменьше стало. Так, тинкер. Туда-сюда летает тинкер здесь. Интересно, будет выходить в аганим, нет? Или в догон? Круто было бы, если в догон бы вышел на самом деле. Так. Так, дальше пошел. Марша машин продолжает пушить. Ага, и все-таки на телепорте убегает. Так, здесь центрики у нас. Опсеры где-то там стоят. Инвокеры. Опа, дателям можно доказать. Так, торнадо. ЕМП. Да. Ай, вивер. Ай, хорош. Ай, царь. Просто взял и поебал себя стрелу. Так, от тинкера залетела таймлапс. Да ладно, не так уж и больно там было. Так, марш машин. Вот, конечно, под маршом машин пушить тяжело на самом деле. Представьте, что даже у вас там преимущество есть, Дэни. Да нет у вас преимущества. Ну, конечно, есть преимущество команды Яс в 3000, но это мелочи. Тут две с половиной тоже не особо много. Ну, такое дело. Так, вивер забирает руну иллюзий. Иллюзиан. И у него... Так, что он купил-то себе? Да, все-таки рецепт решил уходить в линку. Окей, в принципе, линка было бы неплохо. Тут есть от кого? А, кого? А только от дазеля по зонтач. Старфол не работает. От аппарата. Ну, первый спелл максимум. Там, не знаю, от микро ульта. Ну, и от тинкера ракеты. Нет, лазер, по-моему, ракеты не снимаются. Может быть и снимается, кстати. Я не уверен. Так, тысяча голды. Еще чуть-чуть осталось буквально. Шестьсот. И будет торт. Нет, ну, линка... Линка на двадцать... Какой, наверное? На двадцать третьей минуте у него появится. Может, чуть-чуть раньше. Сейчас, в связи с того, как они будут драться. Будет он умирать или нет. Вот этого. Ну, сейчас, сейчас, в принципе, продолжает фармить. Причем наглую фармит вражеский лес. У него уже 1200 есть. Можно еще зайти на вражеских эншентов, например. Да, вот так вот прям в наглую забрать. И тут, понимая, команду четыре они включили. А где пятый? Пятый кинкер, если что, прибежит. Так, кинкер на тревелах. Должен врываться наверх, да. И сейчас будут пробовать заходить на Т2 Тауэр все-таки. Или нет? Или пошли искать кого-то. Так, Смакевич. Пошли искать кого-нибудь. Кого угодно. Что, чтобы сделать фраг? Ага, Дум спалился. Так, его приморозили. На горящей земле он ушел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все хорошо. Еще Даст, ребят, нужно. Так вот, Даст прожимается. В Некра заултил. ЦМка здесь тоже у нас ультит. Дазель умирает. Кинкер здесь ракетами раскидывается. Марш машин. Некра, если что, всегда добить можно. Но мне кажется, он здесь все-таки так выживет. Так, Патма. Патма. Еще на нее урну повесили. Патма умирает. Если что, всегда можно догнать аппарата. Так, аппарату нужно здесь бежать. Как можно быстрее. Урна у него нету. Суицидница? Нет. Нет, не получилось суициднуться. Но, в принципе, дело все правильно. Тингер у нас здесь снизу. Еще попутно продолжает пушить. Ага. Вот так вот. 1900. В принципе, теперь нужно зайти только что. Правильно. Зайти купить себе этот персик. И у тебя будет уже линка. Давай, давай. Ну, вот так вот. Вот и линкинг-сфера есть. Вот оно. 21 минута. Я думаю, 23. Если бы они так удачно не подрались, то была бы, конечно, попозже. Так, он лакера появляется. Форстав. Негр. Негр. Негр, что ты будешь делать? Ага. Негр собирает себе худ. Блин, ну не знаю. Явно не я на нем играю, потому что я худ никогда не собираю. Я не знаю, там. Фейзы. Бека. Ну, и обычно там игра кончается. Либо мы проигрываем, либо мы выигрываем. Но больше денег не хватает. Не, ну если дело хорошо идет, то можно огоньим собрать. Например, Дагон. Ну, Дагон тоже, наверное, крут. Но все-таки огоньим круче. Там то, чтобы байбекнуться не можешь. Хотя раньше был чисто магический урон. Блин, это же реально была тема. Ну ладно, испортили они этого негра. Еще даже по-другому назвали. Тинкер червяками. Ай, не попадая. Тинкер. Блинк. Бежать. Маны, к сожалению, нет. Ни на ульту, ни на что. А, в принципе, соло ринг есть. Если что, всегда можно было прожать. Этот соло ринг-то не хватит. Не даст достаточно маны. 150. А, в принципе, так дойдет. Так. Соло ринг. Еще. И что? А, ну, типа так. Типа, ну, да, норма получилась. Так, сейчас отпевается. И у нас Рошан до сих пор стоит. Стоит иметь, что за 22 минуты игры Рошана еще ни разу не убили. Хотя, в принципе, убивать вроде бы и есть кем. Не, ну, кроме команды. Яс. Апа. Стан, аппад. Мы чекнули. Здесь никого нет. Вот Варт стоит, который палит всю движуху. И сверху у нас Думский. Что он выносит? Ага, вот Хигсон, значит, появляется. Наконец-то. Тинкер собирает себе Хигсон. Ну, в принципе, не так уж и долго он его собирал. Вот, думаю, появляется БКБ. Нужно только его дотащить теперь себе. Так, что там у Вивера? Вивера, кроме Ленки, тут еще 1200. Не, можно, в принципе, выйти как вариант, например, в Косе. Ой, в Косте говорю. В Косу, да? Ребята, это ж круто, Коса, на самом деле. Или там МКБ. Вот вообще бодрячком. Ну, да и Далус как вариант. Ну, вот просто в урон раздуплиться и ломать всем лица. Не, можно, конечно, кто спорит через Тараску пойти на выживаемость. Мне кажется, он тут и так не сильно много умирал. Всего два раза. Представь, что у него 6 фрагов, 7 ассистов. Здесь моргают на Рошана. Не, ну, подпам, ну дай ты стан. Изи, счет. Это легкий выстрел. Попадание, шот. Выстрел. Изи, счет. Так, тинкер. Оп. Аппаратыч. Аппаратыч. Что, они видят друг друга? Бедный аппаратыч. Не, ну, здесь аппаратыч у нас умирает. Здесь ему ничто не поможет. Еще плюс от вивера залетает. Так, дазель. 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 Дазель будет жить. Да, дазель молодец. Крест и бежать. Здесь у нас вот негр. Негр, да, собирает себе худ. Такое много кнопочный некромант. Ой, некролит. Некромант, говорю. Некролит, разумеется. Почему тут назвали его некрофос? Не знаю. В первую очередь, что ли, его тоже переименовали. Ну, реально, некролит звучало короче. Ну, ладно. Так, Рошан здесь падает. Не знаю, то же самое, что там на инвокер собирать очень много кнопок. Так, Алакрити. Алакрити он прожимал. Ой, да что, растопла вивера прожать, например. Ага. Ого, тикер, марш-машин, ракета, торнадо. Торнадо ни в кого не попадает. И Алакрити здесь. Дазель заультился. Дерево. Тут лип, Патма, ульта залетает в трента от этого. Конечно, от некра ничего не получается. Ну, некров забирает дума. Здесь пытается подхилить тинкера. Тинкер здесь у нас будет умирать. Ребят, инфа сотка, если его не добьют. Нет, не добили. Дазель. Дазель здесь не стал добивать. Так, поздно тач. И билет отсюда вивер должен. Так, Патма. Лип стану будет пробовать кидать? А, стану воткать еще 2 секунды. Ну, тут они сейчас могут добивать Рошана. Вот, в принципе, чем они и занимаются. Ну, да, вот просто отдали Рошана. Наверное, это все-таки обидно. Когда так вот. Команда, которая его почти сломала, отдала Рошана. Команде, которая пришла в наглую и смогла забрать. Так. Так, вивер успел уйти из-под рейнджа. Не, ну вот, вот, вот. Блин, правые команды играют примерно одинаково. Что стоит отметить, обе команды, по-моему, все-таки молодые. Сейчас посмотрим Ясфу. Ясфа. Яс. Яс. Ну, нет, кстати, вот Ясфа. Ёбка в сброд. Они не такие уж, что и молодые. У них уже тут 60 игр сыграно. Они выиграли 60 игр, проиграли 15 игр. Одна ничья, так, вивер. Червячки. Ага. Ой, боже ты мой. В таверну должен направляться. И курьер здесь у нас убегает. Так, подхилей. Дазель. ЦМка ультит. Дазель. Дазель выбивает Аегу. Мирана забирает. Так, ладно, там Мирана, конечно, забрала дерево. Ну, здесь у нас инвокер забрал дазеля. Здесь плюс еще реализация. Опа, хороший, хороший стан. И надо бить Дума. Дум у нас умирает. Главное, вовремя бласт. С бластом немножко затормозил, конечно. Так. И что, все? Так, негр, ульта. Ой, боже ты мой. Просто заработал 567 голды. Так, инвиз. Ну, что ж вы делаете, боже? Куда побежала ЦМка? Что ты здесь забыла? Да, ладно. Вивер ушел под своим инвизом. Это не проблема. Ну, вот ЦМка. Реально непонятно, зачем сюда зашла. Там просто лоу хп и все. Ну, может быть, не видела. Не дошла инфа, что они там забрали на самом деле. Вот вашего там кинкера, хотел сказать. Вашего мидера. Так, ульта. А что, ульта до сюда залетает? А, фигня. Ой, вивер. Вивер. Ай, хорошо, форманул еще вот этот. Ну, давай фармить. В принципе, куда деваться? Тут 2 900 есть. Либо БКБ. Но надо в урону раздупряться на самом деле. Так, под мапа, царский станов, крипа. Ну, в принципе, до этого он попадал грамотно там пару раз. Интересно. А если на абилити драфте взять ульту тинкера и файрфлай бетрайдера? Сколько он раз такнется? Я, конечно, не представляю, как надо в ману раздуплиться, чтобы постоянно прожимать ульту тинкера плюс файрфлай. Блин, это реально же бесконечный файрфлай в итоге получается. Ты летаешь там. И, насколько я знаю, урон у него стакается. Ну, от каждого файрфлая все больше и больше урона получается. Представляете, да, сколько это может в итоге выйти? А если на бетрайдера собрать рефрешер? Просто бетрайдер с рефрешером. Такой трешняк. Так, тинкер. Вер. А если что вниз пойти пофармить? Уценки появляются форстаф. Что-то ворды у нас тут более-менее стоят. Да, от команды ЕС. От команды стак. Первое слово не будем произносить. Не культурно материться. Потому что ребята стараются, потеют. Но пока что не получается. Не, ну как-то в принципе-то оно получается, но чуть-чуть проигрывает. Хотя вот если так посмотреть на творца на самом деле, то команда ЕС идет гораздо лучше. Тут у сейчас у них должно быть преимущество просто. У тинкера либо 15700 голды, либо у того же дума 9300. Тут тинкер разница с вивером 4000 ровно. С думом 6, так, 6, ну, 6, 6, 6, 6, 6, 400. Офигеть. Вы понимаете, да? Какая-то разница на самом деле. У подмыту тоже разница с думом 3000. У них уникра разница в 2000. Ребята, это деньги. На самом деле это хорошие деньги. Вот оно. Вот оно-то преимущество. Больше 5, в районе 7,5 по золоту у команды ЕС. Больше 4000 по опыту. Не, ну сейчас вот так громадная драка на самом деле в исполнении команды. Чмо 12. Когда на самом деле они не чмо 12, а не команда Минорин. Сейчас откуда такое название взяли? Значит придумали где-то. Ладно. Так, ага, вот появляется коса. Теперь вивер с руки будет еще больнее бить. Надо только себе, разумеется, принести косу. Он где-то там во вражеском лесу трется. Там кинкер догонами раскидывается. Так, вот правильно. О, мне кажется, я успел когда-то Юлу сварить. Я в этот момент провтыкал. Ой, хорошо, попал по троим. Тут ничего не помогло. Позан тач, стан от Патмы. Его еще форстаф. Ну, блин, сатрику вернулся. Так, торнадо. Хорош, попал по троим. Плюс инвиз, даст. Ну, в итоге тренда у нас умирает. Так, вивер. Ой, ответный даст. Вивер должен бежать отсюда. Так, инвокер, колд снаб. Крест. Хорошо заряжает. Хигсон из сюда. Позан тач в линку. Че, и все? Ну, вот какой-нибудь саппортаж можно забрать тогда. О, боже, вот это больно на самом деле. Там крест. Ой, боже, что мой вивер поймал стан. Таймлапс. Заюлил сам себя. Дум. Так, и это-то верно, разумеется. 200 там с лишним уроном. Это больно. Так, хорошо. Негр заулетел. Колбов хилится. Старается. Ему еще вивер дамажит. Так. Крест. Ну, вот этого паренька-то здесь явно не отпустил. Вот под матом могла бы и попасть там. Ну, ладно, не угадала. Хорошо. Вивер просто зарабатывает 594 голды. СМ-ку у нас забирает Дазла. И под мат. Под мат, братюнь. Ага, лип. Хорошо. И делает телепорт. Да, ничего вы не собьете. Слишком далеко. Грамотно липнулся. Ага, тинкера здесь еще прилетают ракеты. Тинкер. Тинкер тоже на ХГ. И телепорт отсюда. Вот так вот. Два персонажа ушли. Оп. У Дума появляется Блинтаггер. Это, надеюсь, тот самый Дум, который сейчас будет. Просто сожрет крипа. Ну, кентавра, я имею в виду, где вот. Что, нету, что ли? Ну, как нету? Вот победитель по жизни. Просто жрет кентавра. Ну, там, который со станом блинкается. Дает стан. Дает ульту. И просто начинает там всех разгребать. Всем по лицу начинает раздувать. Так, ладно. Тинкер. Хорошо. 17 левел за 30 минут. Графики. Ну, вот графики обратно. Низкаканули. Вроде бы так хорошо дрались. А вот последняя драка показала, что команда Яс немножко... Не получается у них иногда драться. Так. Боже мой, бедная ЦМ-ка. Столько урона. Так. Ха! Что? Что это было? Я так и не понял, зачем сюда Руфлин пришел? Ну, что это было? Просто пришел, себя все поймал, в итоге умер. Так, у Патмы появляется тем временем Манта Стайл. Интересно, Диффузал же он не грейданул, наверное. Да, не стал грейдить. У Дингера появляется второй догон. Или третий. Это второй, ребят. Второй догон, все грамотно. Сверху у нас инвокер, который, я надеюсь, в Хигсоныч выходит. Хиг здесь будет полезным. Особенно для них команды. Ага, там где Труно ДД лежит, нужно забирать. И скоро должен появляться Рошан. Или он уже появился. Нет. Да, Рошана здесь чуть-чуть остается. Оп, 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 заявулили. Инвиз. Ульта от Некро. И это таверна. Собака колывала Некро, что там на пол хп его он убил. А, ну да, в принципе 16. Но там все равно 0,09 должно быть. Да, 0,09. Плюс магическое сопротивление. Ну, ладно. Там же. Ну да, Некролит, Некрофос. Некролит, они Некрофос. Так, Дум. Тинкер, Тинкер. Вот, вот, все правильно, Дум реализует себя. Ага, вот за работу 500 голды. И снизу команда ЕС сейчас должна заходить, по сути, на Тауэр. На Т2 Тауэр. Пробовать забирать. Так, Дум один пришел. У него блинг в откате. Заяулили. Ульта под Ма Станом не попала, бывает. Цемочка. Цемочка, нова. Колба. Тут ульта. От, разумеется, от Даззеля Крест. Дум прожал БКБ. Ну, что-то, ребят, знаете, как это БКБ ни к силу, ни к городу. Ну, да, типа, ок, подрались. Но что-то не особо получилось. Даззель забрал Цемку. Тут зафорстафил сам себя инвокер, чтобы не умереть. И вот, что-то, как-то они дерутся здесь вообще неграмотно. Руфлин у нас опять нафидонил. Ну, да, типа, ок. Грамотно сливайся, помогай команде противника выиграть в доту. Почему-то с коронное дело. Так, снизу. У нас сверху. Крипы пытаются сломать. Тавер 23 сейф тп. Ну, там нету двух персонажей. Почему у него пробовать пойти сломать в пятером? Ладно, в четвером, хорошо. Ладно, втроем. Окей, тут один отправляется там, типа, аппарата что-нибудь сюда на... На то, чтобы отбить. И все. А все остальные пускай пробуют, ломают. Ой, их реактивная курица только сейчас заметил. Султан Джакиянов. Фу, что? Почему Султан? Султан Джакиянов. Нет, ну, я такое одно. Главное вовремя обратить внимание. Такое эпичное название. Я знаю там, что у кого-то был курьер такой, Данил Маркович. Что-то круто звучит. Султан Джакиянов. Даже не знаю, кто это такой. Может, чей-то препод, я не знаю. Там, может, игрок какой-то из пролиги. Не суть. Так, Doom. 1400. БКБ ему не особо помогло в прошлом замесе. Ага, он его даже успел поюзать до этого. Так, ЦМК здесь сломает варды. Сентрики опсвера уже сломала. У нее есть виток телепорта. Плюс 3 сентри варда и 1 опсвер вард тем временем. У нее есть также транквилы, урна, форстав. Плюс греженые стики. Так, дазель. Дазель здесь сейчас будет ставить опсвер, сентрики. И они заберут в ответочку вард. А, зачем его, в принципе, ставить? Тут же у подмыгем есть, точно. Я забыл. Также у нее есть барабаны, на которых 0 зарядов надо бы обновлять, 1800 денег. Не, ну тут, ребят, тут теперь будет все решаться. На самом деле, кто больше ошибок допустит. Этот аппарат у нас выходит в агоним. Тинкер у него до сих... Ага, смотри, у него 3500. Что он хочет этим делом сделать? Хочет выйти тоже себе в агоним или сразу купить кучу себе догонов и просто выиграть доту? Так, марш машин. И куда-то полетел на телепорте. Ага, на базу. Смотри, гнесса у дума появляется. Тревела. Дум, тревела. Не, не знаю, там нельзя керасу собрать, что ли, которая была бы более полезна. Ну, да, типа ок, мув, спид. Да, мобильность, можно по лайнам путешествовать. Ну, кераса же, ребят, ты не знаю, там, было бы гораздо полезнее здесь. Посмотрим, как он сейчас будет, что здесь делать. Так, силы света зачем? Ну, по крайней мере... А, тут Вир у нас пытался спушить. Вир, понятно. Не, ну, по крайней мере, сейчас можно добить этот вот тавер. Ребят, я слышал, что когда меньше 10%, можно добивать. Или меньше 1%, так, 1. Нет, ну, меньше 10%, правильно. Значит, какой-то план Капкан хитрый, куда они тут собрались заходить. Да, здесь телепорт, телепорт от Тинкера. Угу, блинк. И сейчас будет уходить из такого подозрения, что все-таки... Так, ракеты. Ага, нет, тут жестко, на самом деле. Лазер-то всего лишь 2-го левела, так, инвиз. И что? Все, вся-вся драка. Толком-то и не подрались. Так, Патма. О, тренд. Тренд, тренд, тренд. Старфолом, что надамажил? Убежать. А тут они убежатся здесь, братья, унинфа, сотка. Так, опять, ладно. Опять почему-то у нас Фурион умирает. Ой, Фурион. Руфлин у нас в очередной раз умирает почему-то. Я не знаю почему. Может, просто у него дота не идет. У него тут счет 1-6-5. У него суммарно фрагов плюс ассистов столько же, сколько смертей. Вот я так понимаю, у него тут... Так, торнадо по одному попал, дал вижется. Садом важно немножко, надамажил, но этого мало. 22 секунды еще не будет. Стан от Патмы. Эч не указал. Чуть-чуть возьми, чуть левее. Да, в принципе, у нас с ЦМК тут и так уберет. То есть такое подозрение. Так, ракета залетает, даст, прожимается. Написано, это Клюстингер добивает догоном. У него 5000. А, ну, ребят, ну я понял, на самом деле, его задумку. Сейчас он что на себе здесь? Он сварит сейчас. Сейчас я сейчас даже покажу вот этот крутой артефакт. Да, он уже сейчас должен будет его сварить. Сейчас там просто еще больше магического урона. Офигеть. Ребят, ну ты забей. Там сдогонать пять сотен. Магический урон. Здесь подозрилом получается раз магический урон. Ну, тут чистый урон, тут роли не играет. А вот то, что будет залетать с ракеты, это чисто магический урон. Ага, Рошан, Негр, собирает Рошана. А у Негра же тоже магический урон. То есть из Ириал там гораздо больше урона будет залетать. Ну ладно, тем временем у него есть Аганин. Главное грамотно использовать ульту. Не просто так-то в саппортов, чтобы они не байбэкнулись. Не знаю, в какого-нибудь Дума, который не сможет байбэкнуться. Так, Дум здесь у нас спрятался. У Вивера что? Вивер? Ага, вот из Ириал наконец-то появляется, что-то долго себе его тащил. Так, Дум здесь ворвался, дал стан. Тинкер, Тинкер здесь должен умирать, по сути. Нет, Крест живет. Дазель, ульту, хорошо, поздно тач. Крест, нет, умирает Вивера. А, Дум у нас еще тем временем Тинкера, да, Вивер у нас успел забрать Дазеля. Нифига себе. Вот Ма, Инвиз, ульта от аппарата. Оп, оп, ульта и... Да, Негр забирает, а теперь байбэка, по сути, у Дума нету. Нет, смотри-ка, есть байбэк, но он же собрал Аганин, нет? Ребят, я знаю, что Аганин дает ему невозможность. Вот, герои убитые, это спасло, но все не могут выкупиться. В чем написано, что байбэк есть? Э? 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 Не доработали, да? Вот такие вот баги. Вот такие, собственно, у нас баги в доте. Так, вот, у инвокера появляется Хиггсо. Начинаем на 38-й минуте. Ну, стоит отметить, что уже 38 минут игры прошло. Почти 40. Что-то я даже не заметил, как быстро игра идет. А, ну, по графикам что? Команда ЕС, ЕЦ. Ну, на сути, по сути, там ЕС, наверное, можно говорить. По опыту у них тут 7,5, по золоту больше десятки. Преимущество солидное, так сказать. Можно его пробовать реализовывать. Значит, кто-то все должен грамотно втекать в артефакты. Ну, так, у хингера, вы понимаете, да, по сравнению с думом 9000 денег. По сравнению с вивером 5000. 4000. 4600 преимущество. Это вивер, который играет 10, 3, 9. У хингера тем временем счет 4, 5, 15. Ну, там по крипсату, наверное, просто вообще забей, да, 311 крипов. Боже, 311 крипов, какой же ты потный. Хотя нет, в принципе, если летать по всем товарам, то там проблем-то с крипами не будет на самом деле. Так что, вот такое дело. Так, еще одно. Не, ну то с каким-то преимуществом нужно пробовать заходить. Так. Хорошо, Патма 20 левел, так спит бодрячком. 0,58, конечно, не у Марфа, у которого там 0,34, а так спит. Но тоже неплохо представить, что есть диффуза. Отманы, чертони, остаются. Так, поражали инвиз Патма. Ну, Найтинг, Шадо, и что, и все. Так, Дум спрятался в кусты. Упиздайте, есть! Ага. Оп, сломались Сентрик. И тут у нас Марш Машин, плюс падает Т2 Тавер. Последний Т2 Тавер для команды Монни... Минорин. Вот, у них после этого Т2 Товаров больше не остается, на самом деле. Это печально. Это так... Последняя надежда защиты была. Вот, теперь ее нету, все. Можно спокойно заходить на Т3 Товара. Свою миссию не выполнили, сномали Т2. Оего пропадет, тем более, через 3 минуты. Пора бы ее реализовать. Так, Тингер у нас забирает инвокера. Так, Оего же у Визера, да? Нет. О кого Ега? А, у Некра опять Ега. Стоп. Стоп, это же у нас был второй Раша... А, да, все правильно. Ну, если не заходят на Т3 Тавер. Разумеется, дефить здесь есть кому, но, однако, они не пробуют. Так, Тингера, ракеты в никуда залетели. И Глиф, конечно, прожимается, но Тавер у нас здесь планомерно падает. Вот так, Тингер там еще забрал цемочку. Заюлили под мапу... Не попало в основном. А, на то же свой, боже. Ну, и казармы магов здесь у нас упали. И казарма мечников тоже разбирает по кирпичикам. У Тингера появляется 4-й Дагон. Или 5-й, не 4-й. И что, теперь можно в мид заходить спокойно, ребят? Я слышал, что это круто получается. Ну, есть такое подражение, что можно команду Яс уже поздравлять с победой. Ну, хотя еще, конечно, рановато немножко, но вот... Можно. Уже пора бы, на самом деле. Так, ЦМК байбекается. Здесь у нас пытается снизу, конечно, забрать линию. Но, тем временем, вам ломают мид. Вам уже сломали. Тут миличный барак. Сейчас, возможно, ранжовый сломают. Так, Дум врывается. Дал Стан. Сразу Дум... Ой, боже мой, бедный Дум. Ты считай, так много урона. Некра зафьюлили. Так, там инвокер. Тинкер умирает. А в итоге это инвокер. А Тинкер у нас забирает Дума. Ну, Негр тем временем забрал у нас ЦМК. Ну, что ж, это просто не втроем умерли. Ничего сделать не получилось. У нас Вивер где-то бегает, конечно. Да. И Ланцелот пишет ГГ. Ну, что ж, мы понимаем, что команда ЕС... Вот сейчас тут еще Тинкер унизил, конечно, Вивера. Команда ЕС просто победила. Причем, блин, такое название для команды, что вот просто по фану взяли и выиграли. Уебка в стак. О, уебка в сбор. Нет, уебка в стак было бы круче. Ну, ладно. Первое слово. Слишком отершено. Нельзя его использовать. Ну, вот, пожалуй, на этой оптимистической ноте мы, наверное, и закончим вот этот Викинг Кап. Поздравляем, конечно, команду УСБРОД с победой в этом Викинг Капе 125. Не забываем регистрироваться на следующий Викинг Кап, который будет 126. На нем уже 85 команд есть. Кстати, тут... Кстати, есть команды даже из про-лиги. Вот такие, как СОК. Так, что-то больше не вижу. Что, все, больше что ли нету? Ну, Т3Д есть. Ну, конечно, нету таких команд, с которыми реально хотелось бы посмотреть. Игры. Ладно, сейчас я скажу, какие тут еще есть такие команды, которые могут затащить. Планет Икс у них уже тоже есть слот, на самом деле. Есть команда... Так, так, так. Голуб какие-то. ТА. А, у команды ТА есть. Но Ксик он не умеет тоже катать, на самом деле. Но, в принципе, сами можете зайти. Зайдите на Dota 2 StarLadder TV. Турнамент там 6200. Ладно, ладно, все. На этом мы уже точно заканчиваем. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Не забываю, разумеется, вступать в наши группы ВКонтакте. Ну, думаю, все уже об этом знаете.